Адам Яцкевич, Ян Чичок, Томаш Зан, Михаил Рукевич. Кто эти люди и что связывало их? Каким было общественно-политическое движение Беларуси в первой половине XIX века? На эти и другие вопросы вы получите ответы при изучении темы «Общественно-политическое движение в первой половине XIX века. Изменения политики российского правительства». Обратите внимание на условное обозначение, которое напомнит о пунктах плана, подскажет о важной информации для записи в рабочей тетради и заданий, которые вам предстоит выполнить. Ставьте видео на паузу, когда вам надо это сделать. Вы узнаете о создании и деятельности тайных организаций в Беларуси, причинах, ходе, итогах восстания 1830-1831 годов на беларусских землях, общественном движении в 1830-1840 годах, создании и деятельность тайных организаций в Беларуси. Общественно-политическая ситуация в Беларуси была обусловлена ее вхождением в состав Российской империи. Предпосылками к созданию тайных организаций в Беларуси, как и во всей Российской империи, были идеи просвещения, а именно теория о естественном праве, теория общественного договора, теория разделения властей и события войны 1812 года. В 1817 году по инициативе студентов Виленского университета Адама Мицкевича, Тома Шазана, Яна Чичота было создано общество филоматов – любителей наук. Его члены ставили перед собой следующую цель – совершенствование своих научных знаний и литературно-художественных способностей, содействие всеобщему просвещению и общественной работе на пользу отчизни, призывали сохранять отцов своих полезные обычаи. Среди филоматов был Игнат Дамейко, который после участия в восстании 1830-1831 годов уехал за границу и оказался в Чили, где за свою научную и просветительскую деятельность был объявлен национальным героем. В 1820 году образовалась более массовая организация – общество Филарет. Его руководителями стали Томаш Зан и Михаил Рукевич. Вместе с распространением образования в обществе они пропагандировали идеи равенства и свободы, вплоть до ликвидации крепостного права и провозглашения независимости народа. Царское правительство видело опасность в идеях филоматов и Филарет. В отношении их были приняты следующие действия. 1821 год. Указ о запрете тайных обществ. 1823 год. Раскрыты тайные общества. Аресты. Запрет жителям Литвы и Беларуси учиться в зарубежных университетах. Подписка от чиновников о неучастии в тайных обществах. Поставьте на паузу видео и запишите себе в тетрадь следующее понятие. Подумайте, что вам известно о движении декабристов. Деятельность в Беларуси дворянских революционеров-декабристов, предпринявших попытку поднять вооруженное восстание против самодержавия в декабре 1825 года, отсюда и название «Декабристы», было связано с руководителем Северного общества декабристов Никитой Муравьевым, составившим в Минске вариант проекта Российской Конституции. Поставьте на паузу видео и изучите минский вариант проекта Российской Конституции. В 1823 году по инициативе будущего декабриста Сергея Муравьева-апостола, служившего в расквартированном Бобруйской крепости пехотном полку, был разработан так называемый «Бобруйский план». Он предусматривал арест царя во время осмотра войск крепости. Однако он не был осуществлен. Поставьте на паузу видео и изучите Бобруйский план. В литовском отдельном корпусе, размещенном на Белосточине, по инициативе Филарета Михаила Рукевича, возникло тайное общество военных друзей. Члены общества выступали за свободу и просвещение. 24 декабря 1825 года военные друзья сорвали церемонию присяги на верность Николаю I. Но выступление нескольких род саперного батальона не охватило весь корпус, а его организаторы, в частности Михаил Рукевич, капитан Константин Игельстром, поручик Александр Вигелин, разделили судьбу сынных декабристов. Дворянский шляхетский этап общественного движения был связан с восстанием 1830-1831 годов в Польше, Литве и Беларуси. Причинами восстания стали нарушение польской конституции 1815 года, ограничение деятельности польского сейма, недовольство шляхты разделами Речи Посполитой. В восстании сформировалось два течения. Консервативное течение, возглавленное Адамом Чарторыйским, добивалось восстановления Речи Посполитой в границах 1772 года. Демократическое течение во главе с Яхимом Лелелелем добивалось распространения восстания на земли бывшего Великого княжества Литовского. Поставьте на паузу видео и изучите ход событий восстания. Сознательно поддержали восстание в Беларуси шляхта, учащиеся молодежь, католическое и частично униатское духовенство. Но лозунг восстания, восстановления шляхетского государства, был непонятен крестьянству, которое не приняло активного участия в восстании. Это и предопределило поражение восстания. Поставьте на паузу видео и изучите итоги восстания 1830-1831 годов. После подавления восстания 1830-1831 годов царское правительство взяло курс на ослабление польского влияния в белорусских губерниях. У шляхты, участников восстания, провели конфискацию поместий. Значительное место в политике правительства занимал разбор шляхты. Он представлял собой проверку документов о дворянском происхождении и перевод на этой основе части шляхты в налогооблагаемые сельские и городские сословия. В 1831 году было отменено действие статута Великого княжества Литовского в Витебской и Могилевской губерниях, а в 1840 году в Минской, Гродненской и Виленской губерниях, где вводилось российское законодательство. Поставьте на паузу видео и заполните таблицу. В 1836 году было организовано Тайное студенческое демократическое общество в составе около 60 студентов, члены которого продолжили традиции филоматов и декабристов. Основатель Франц Савич. Общество объединяло главным образом студентов-медиков и местных ремесленников. Они ставили целью борьбу с беззаконием, помощь обездоленным, воспитание в молодежи высоких моральных принципов. Савич выступал за освобождение крестьян, наделение их землей. Реализовывать эти демократические идеи предполагалось революционным путем. Чтобы предотвратить революционное выступление, в западные губернии был направлен армейский корпус. Поэтому массовых выступлений в Беларуси и Литве не произошло. Составьте в тетради сравнительную таблицу. Сделайте вывод о том, как изменились требования его участников и какие из них соответствовали интересам белорусского народа. Для качественного усвоения темы и закрепления материала рекомендуется прочитать параграфы учебного пособия и выполнить задание.